Всем привет! Меня зовут Макс Юксю и это обзор острова Маафуши. Остров почитается достаточно бюджетным и он доступен многим. Здесь вам точно не будет скучно. Поехали! Сзади меня находится порт. Сюда приезжают корабли из аэропорта и уезжают обратно. Ну и если вы хотите поехать на экскурсию, вам тоже сюда. Сейчас вы видите расписание, когда вы можете добраться из аэропорта в Маафуши и из Маафуши в аэропорт. Здесь ходит постоянно трансфер. Остров этот небольшой, поэтому все находится близко друг к другу. Вот рядом с портом, например, есть частная школа. Рядом со школой есть футбольное поле. Я не понимаю, почему на Мальдивах они лучше, чем во многих городах России. Ну а если вдруг вам по какой-то причине понадобится медицинская помощь, здесь есть больница. Кстати говоря, прямо напротив больницы есть аптека, в которую вы также можете сходить и купить все, что вам нужно. Ксюша, не подскажешь, что вот это вот такое? Это что, вышка? Вышка, да? Там что, интернет должен быть? А почему у нас в отеле нет нормального интернета? Почему его здесь нигде нет? Это вообще непонятно, реально, вышка есть, а интернета нет нормального. Чтобы вы понимали, мы загружаем в инстаграм историю. По минут, наверное, двадцать. Одну историю, одну историю двадцать минут! Видео вообще вы не посмотрите. Это вообще издевательство. На острове следят за порядком, чтобы вы не нарушали закон. Полиция тут тоже есть. Однако, мы не видели никогда здесь машин проезжающих. Нет, одну я полицейскую машину видел. Ну, в общем, если что, она единственная, она есть, вас спасут, наверное. Тут все спокойно, тут все спокойно, можете не переживать. Люди писали об огромном просто минусе данного острова. Это тюрьма. Тюрьма на острове. Это вообще как? Но на самом деле, можете вообще не переживать, тут все спокойно. И причем тюрьма находится совсем на другой части острова. То есть, вы ее даже не увидите, если сюда ходить не будете. И совсем не страшно. Забор открылся, пошли отсюда, пожалуйста. А вот так вот выглядят заключенные. Я думаю, что они на исправительных работах. Ты зачем людей пугаешь? Неправильно, просто рабочие обычно. На самом деле, ребят, вообще не бойтесь. Я попрошу не писать отзывы тех, кто не знает вообще ничего об этой тюрьме. Что типа страшно, о ужас. Она вообще находится в совсем другой части острова. Вы, как Макс сказал, ее даже не заметите. Она вообще тихая, закрытая, спокойная. Все супер. Мир. Мир труд май. Насчет белья они вообще не парятся. Сушат его просто на улице. Слышите этот звук? И так на каждом острове, я не знаю, на дню, наверное, по раз 8. Знаете, что это? Что это? Как это называется? Мы не знаем, как это называется. Намаз, возможно, изменяемся я с ним правильно. В общем, вот этот звук, он призывает людей с острова прийти и помолиться. Да, что этот звук призывает прийти и помолиться, мы узнали только сейчас, когда люди пришли. То есть мы стояли, да, вот этот звук закончился и просто люди начали съезжаться сюда. Они моют ноги и после бахнули. Я изначально думал, что это молитва играет. Но оказывается, это походу предупреждает. А если вы знаете эту религию, напишите в комментариях, что это такое. А если вы любите экзотику и забыли подстричься, тут есть салон 5 звезд. Кстати, там всегда народ, всегда человек какой-нибудь да подстригается. Если вы думаете, брать деньги или нет, обязательно берите. Потому что тут очень много сувенирных магазинов и продуктовых. Из валюты берите с собой доллары. Даже несмотря на то, что в большинстве мест цены указаны в местной валюте, все равно все принимают доллары без проблем. Мы сейчас пришли в один из местных магазинчиков. Мы считаем его одним из самых-то больших, прикольных. Сейчас покажем, что здесь есть. Начнем со льда. Тут есть лед, но какой-то не лед. Здесь очень много мороженого, прям реально очень много. Кому-то лучше мороженого, а кому-то лучше шипсоны. Вот я, например, предпочитаю вот это. Мистер Пататов? Да, давай по ценам пройдемся. Как мы вам уже говорили, цены указаны в местной валюте. Здесь Мальдивская Руфия. Вот, и чтобы посчитать в долларах, они делят просто на 15. Вот, например, чипсы, написано 35. Соответственно, это, ну, они с вас возьмут 2 доллара. Также тут есть соки в холодильниках, все газированные напитки. Правда, тут нет, а нет, есть даже Кока-Кола Зеро есть. Конечно, нет. Интересно, сколько она стоит. Я тебе скажу, сколько она стоит. Нет, я тебе не скажу, сколько она стоит. Здесь я писаю. Курица, да? Курица есть. Это в целом полфабрикаты замороженные. Сейчас немного всего, реально полфабрикаты. Также есть бытовая химия, которая вам вряд ли тут пригодится. Картошка здесь со спиртошкой. Если вы захотите фрукты, вы можете прийти сюда и купить их. Ну, а тут есть виноград, мандарины, не знаю, что это такое. Да, это, наверное, местный какой-то фрукт. Киви, клубника есть. Еще даже клубника есть. В Таилан. О, вон вести. Это мы в Таиланде покушаем. И манго даже есть, ладно. Есть сушеные фрукты, орешки. Сам магазин вообще реально очень хороший. Так что, если будете, тут обязательно заходите сюда, да? Советую. Но мы еще ничего не покупали, кроме воды. А самый главный вопрос, наверное, у вас, это что же тут с пляжами? Где можно покупаться? А купаться можно вообще везде, но, правда, в одежде. Есть один бикини-пляж, он находится около арены. Можете сюда спокойненько приходить, раздеваться и купаться. Море чистое, но сейчас ветрище из-за этого волны, и море неспокойное. И там движется на нас очень большой ремень. Если вы такие же спортсмены, как и мы, дождь пошел, то вам пригодится вот эта зона. Тут есть на острове, где потренироваться. О, спортсмен! Можете даже побегать, то есть с двух сторон тренажеры. Мы почти успели записать для вас выпуск. Сейчас еще осталась одна локация, и вечером посмотрим, как выглядит остров. У меня вопрос. Когда, бэбик? Бэбик. Когда у нас будет бэбик? Пока не планировали. Ну, а если у вас есть ребенок, ему тут будет не скучно, потому что тут предусмотрена детская площадка с бассейном. Тут даже есть горочка. Я считаю идеально. Пока родители спортиком занимаются, детки отдыхают. Просто шик. Напротив детской площадки находятся рифы. Тут искусственные рифы, которые они сами создали. Это очень красиво. Там много реально необычных классных рыб, кораллов. В общем, туда сложно. Если купаться, то туда, да. Ой, блин. Ну, слушай. Мы почти все успели. Если вечером не будет дождя, мы вам подснимем ночной остров. Как выглядит он ночью. Ну, а если будет такая погодка, конечно, у нас не получится подснимать. Нам надо подснимать. Ну, вот и наступил уже вечер. Ну, что, пойдем покажем им, как преображается остров. Помните, я вам говорила, что скучно здесь не будет? Сейчас покажем. Что прекратила? Танцуй дальше. Все, пойдем. Вечером открыто много кафешек. Еще одна кафешечка. Ксюша танцует везде. Везде, где есть музыка. И еще много есть турагентств, которые возят на экскурсию. Где покушать, вы 100% найдете. И также снова, что это? Экскурсионное агентство. Экскурсионное агентство. Они причем в ряд стоят. Вот одно, вон второе, там третье. И, по-моему, вон там четвертое, да? Тут каждую ночь играла живая музыка, но сегодня почему-то ее нет. Здесь у пляжи всегда весело. Видите, как весело? Сделай, пожалуйста, типа у меня крылышки. У тебя крылышки. У меня крылышки? Потому что я ангел. Здесь прикольненько, на самом деле. Можно пофоткаться. Мы пришли на местное шоу. Тут дискотека в полном разгаре. Ну вот мы и показали вам весь остров. В принципе, мне понравился тебе. Да, мне тоже нравится этот остров. Но ехать ли вам сюда, это только ваше дело. Но мы вернемся сюда снова. Сто процентов. Все, всем спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, отправляйте друзьям. И обязательно подписывайтесь на канал. Нам очень важна ваша поддержка, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.